VLN – логическая локальная компьютерная сеть представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения. VLN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения устройств обозначения членства VLN. Для этого существует следующее решение. По порту порту коммутатора вручную назначается одна VLN. В случае, если одному порту должны соответствовать несколько VLN, то этот порт должен быть членом транка. Только одна VLN может получать все пакеты, не отнесенные ни к одной VLN. Сетевой коммутатор будет добавлять метки данной VLN ко всем принятым кадрам, не имеющим никаких меток. VLN, построенные на базе портов, имеет некоторые ограничения по MAC-адресу. Членство VLN основывается на MAC-адресе рабочей станции. В таком случае сетевой коммутатор имеет таблицу MAC-адресов всех устройств вместе с VLN, к которым они принадлежат по протоколу. Данные от 3 до 4 уровня в заголовке пакета используются, чтобы определить членство VLN. Например, IP-машины могут быть переведены в первую VLN, а Apple-так машины во вторую. Основной недостаток этого метода в том, что он нарушает независимость уровней. Поэтому, например, переход с IPv4 на IPv6 приведет к нарушению работоспособности сети. Методом аутентификации. Устройства могут быть автоматически перемещены в VLN, основываясь на данных аутентификации пользователя или устройства при использовании протокола. Протокол VTP предусматривает VLN-домены для упрощения администрирования. VTP также выполняет чистку трафика, направляя VLN-трафик только на те коммутаторы, которые имеют целевые VLN-порты. Коммутаторы ЦИСКО в основном используют протокол 802.1-кут-ранг вместо устаревшего проприетарного ISL для обеспечения совместимости информации. По умолчанию на каждом порту коммутатора имеется сеть VLN-1 или VLN-управление. Сеть управления не может быть удалена. Однако могут быть созданы дополнительные сети VLN и этим альтернативным VLN могут быть дополнительно назначены порты. Native VLN – это параметр каждого порта, который определяет номер VLN, который получают все непомеченные пакеты. ЦИСКО используется следующая терминология портов. Аксесс-порт – порт, принадлежащий одному VLN-у и передающий нитегированный трафик. По спецификации ЦИСКО аксесс-порт может принадлежать только одному VLN-у. По умолчанию это первый VLN. Любой кадр, который проходит через аксесс-порт, помечается номером, принадлежащим этому VLN-у. Транк-порт – порт, передающий тегированный трафик одного или нескольких VLN-ов. Этот порт, наоборот, не изменяет тег, а лишь пропускает кадры с тегами, которые разрешены на этом порту. Для того, чтобы передать через порт трафик нескольких VLN-порт переводится в режим транка – режим интерфейса. Авто-порт находится в автоматическом режиме и будет переведен в состоянии транк. Только если порт на другом конце находится в режиме он или диссерейбл. То есть если порты на обоих концах находятся в режиме авто, то транк применяться не будет. Диссерейбл-порт находится в режиме «Готов перейти в состоянии транк». Периодически передает DTP кадры порту на другом конце, запрашивая удаленный порт «Перейти в состоянии транк». Транк-порт постоянно находится в состоянии транк, даже если порт на другом конце не поддерживает этот режим. На негатив порт готов перейти в режим транк, но при этом не передает DTP кадры порту на другом конце. Этот режим используется для предотвращения конфликтов с другим нециско-оборудованием. В этом случае коммутатор на другом конце должен быть вручную настроен на использование термка. По умолчанию в транке разрешены все VLAN, для того чтобы через соответствующий VLAN в транке передавались данные. Как минимум необходимо, чтобы VLAN был активным. Активным VLAN становится тогда, когда он создан на коммутаторе и в нем есть хотя бы один порт в состоянии UP-UP. Преимущество Облегчается перемещение, добавление устройств и изменение их соединений друг с другом. Достигается большая степень административного контроля вследствие наличия устройства, осуществляющего между сетями VLAN маршрутизацию на третье уровне. Уменьшается потребление полосы пропускания по сравнению с ситуацией одного широковещательного домена. Сокращается непроизводственное использование CPU за счет сокращения пересылки широковещательных сообщений. Предотвращение широковещательных штормов и предотвращение потерь Shortest Path Bridging Shortest Path Bridging предлагает гораздо большую масштабируемость до 16 миллионов по сравнению с лимитом 4096 VLAN. Источники Эндрю Таненбаум 2003 Computer Networks Person Education International New Jersey